здравствуйте вы на канале автоэнтерпрайз и я александр трепетин продолжаю знакомить вас с особенностями использования а я каршеринга знание этих самых особенностей позволяет сэкономить время и деньги при пользовании сервисом краткосрочной аренды электромобиля с поминутной тарификации договор который подписывает каждый пользователь а и каршеринга содержит перечень того что запрещается делать клиенту компании или наоборот что делать обязательно все-таки автомобиль это источник повышенной опасности дорогостоящий источник потому абсолютно логичной выглядит забота компании о собственном имуществе его работоспособности и безопасном использовании ну и стимулирование этого самого безопасного использования так например если клиент во использования арендованного электромобиля нарушит правило это нарушение будет зафиксировано в автоматическом режиме то штраф придет не ему а компании но заплатит все равно тот кто нарушил ведь учет тех кто пользовался автомобилем с указанием конкретного времени ведется обязательно а чтобы не было соблазна скажем нарушить скоростной режим то при превышении скорости пользователь получит предупреждение сообщением на смартфон если машина будет припаркована с нарушением правил если факт зафиксирует инспектор паркования платить снова придется тому пользователю кто поставил машину неправильно кстати если дело дойдет до эвакуации на штрафплощадку все затраты а их будет немало также лягут на нарушителя пдд в общем нарушать правила за рулем каршерингового авто не рекомендуется наказание гривны последует незамедлительно что же до нарушения правил аренды указанных в договоре то особенно хочу отметить следующее использование каршерингового авто разрешается только в пределах города вы из-за его пределы может рассматриваться как попытка угона за этим тщательно наблюдают как и за соблюдением скоростного режима для того чтобы компания была постоянно в курсе происходящего своим уществом в смысле машины в электрическую схему электромобиля внедрён вот такой девайс он постоянно передает на сервер компании всю необходимую информацию большой брат следит за тобой помни об этом и не нарушай ну на закуску так сказать о том как правильно завершать аренду потому что если завершить неправильно то придется дополнительно заплатить главное оставлять машину по завершении аренды следует на парковке зарядной станции если же заряд батареи ниже 30 процентов то следует подключить авто зарядки такое требование объясняется просто следующий пользователь и должен получить полностью готовы поездки автомобиль несоблюдение этого правила приведет к штрафу также запрещает составлять машину по завершении аренды на закрытых территориях вход или въезд на которые ограничен опять же как машине в таком случае попасть следующему пользователю или сервисной службе а и каршеринг согласитесь ограничения логичны и соблюдать их несложно а главное выгодно не нарушая условия договора не придется лишний раз платить кстати настоятельно рекомендую этот самый договор прочитать чтобы понимать размеры возможности штрафов на сегодня все если остались вопросы не стесняйтесь задавать их сотрудникам нашего колл центра или пишите прямо в комментариях под этим видео не забудьте поставить лайк подпишитесь на наш канал если до сих пор по какой-то причине этого не сделали обязательно посмотрите те видео ссылки на которых сейчас на ваших экранах